Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Надежда Пилько. Я являюсь директором фонда поддержки развития детской литературы, а также членом ассоциации «Растин читатель». Я занимаюсь популяризацией детских книг, а также провожу развивающие занятия для детей. Сегодня я хочу познакомить вас с японской писательницей Эйко Каддена и ее книгой «Ведьмина служба доставки». Несмотря на то, что эта книга написана в середине 80-х годов прошлого века, она остается интересной по сей день. Кроме того, легендарный японский мультипликатор Хаяо Миядзаки снял по этой книге удивительно красочный и красивый мультфильм. Итак, сегодня мы с вами прочитаем первую главу книги Эйко Каддена «Ведьмина служба доставки». Первая глава называется «Начало истории». Это был маленький городок, окруженный тенистыми рощами и поросшими травой отлогими холмами. Он стоял на пологом южном склоне, и крыши его маленьких домиков напоминали цветом румяную хлебную корочку. Почти в самом центре городка была железнодорожная станция, а чуть поодали от нее стояли, прижавшись друг к другу, ратуша, полицейский участок, пожарная часть и школа. Казалось, это был самый обыкновенный городок, какие есть где угодно. И все же, стоит приглядеться чуть внимательнее, и вы увидите некоторые особенности, что едва ли встретятся вам в обычных городках. Прежде всего, на верхушках самых высоких городских деревьев покачиваются серебристые колокольчики. И порой случается так, что эти колокольчики издают громкий перезвон, хотя никакого ветра и в помине нет. Всякий раз, когда это происходит, городские жители переглядываются и смеются. Ну-ну, малышка Кики опять споткнулась. Да, и эта Кики, о которой все толкуют, тоже совершенно необычная. Ведь пусть она и малышка, но это она звенит колокольчиками в верхушках высоких деревьев. Ну а теперь давайте обратим взгляд на восточную окраину города и осторожно заглянем в дом, где живет Кики. На столбе ворот, выходящих на улицу, висит деревянная табличка «Поделюсь с вами с надобьем от каши». Створки, выкрашенные в зеленый цвет, широко распахнуты. Пройдя через ворота, вы попадете в обширный сад, слева в глубине которого виднеется одноэтажный домик. В саду растет множество причудливых растений, высаженных аккуратными рядами, есть широкими листьями, есть и с остроконечными. А по всему саду струится сильный аромат. Если пойти на запах и зайти в дом, то там на кухне найдется источник аромата – большой медный котел. Из кухни можно видеть стену гостиной, которую вместо картины и фотографии, какие можно увидеть в любом доме, украшают два помела и связанных в пучок прутьев. Большое и поменьше. Немного странно, не правда ли? О, из гостиной слышны голоса. Видимо, семья собралась за столом, сейчас как раз время черепития. Вот раздался недовольный женский голос. Кики, когда же ты собираешься отправиться в путь? Мне хотелось бы уже услышать от тебя ответ. Ты не можешь тянуть с этим до бесконечности. Решайся уже. В ответ звучит голос девочки. В нем звенят нотки досады. Опять ты за свое. Все будет в порядке, мама. Я все-таки твоя дочь. И какая-никакая, но ведьма. Мне нужно все хорошенько вдумать. А теперь мы слышим рассудительный мужской голос. Мать, предоставь Кики решать само, пока она не почувствует, что время настало, ей бесполезно что-то втолковывать. Женщина, которую называют матерью, произносит чуть громче. Да, наверное, так оно и есть. Но у меня на сердце неспокойно. Это же ответственность, как ни крути. Должно быть, вы уже обо всем догадались. В этом доме живет семья ведьмы. Строго говоря, в этой семье только мама Кокири самая настоящая ведьма. Хранительница многовековых традиций. А вот папа Окино. Обычный человек. Он этнограф. Изучает легенды и народные сказания о феях и ведьмах. Ну а Кики их единственная дочка, которой в этом году исполняется 13 лет. И сейчас эти трое обсуждают, когда же настанет день, когда Кики начнет самостоятельную жизнь. Если мужчина женится на ведьме и у них рождается девочка, то такие девочки, как правило, тоже становятся ведьмами. Но поскольку не всякое по душе ведьмин ремесло, то девочкам позволено решать свою судьбу самостоятельно, как только им исполняется 10 лет. Если девочка решается стать ведьмой, то ее мать принимается немедленно обучать ее колдовским ремеслам. А на 13-м году жизни девочка должна выбрать ночь полнолуния, когда она начнет свою самостоятельную жизнь. Начать самостоятельную жизнь для ведьмы – это означает покинуть родной дом, подыскать город или деревню, где не живут другие ведьмы, и поселиться там совсем одной. Конечно, девочкам, да еще таким маленьким, приходится нелегко, но в теперешние времена, когда магия все слабее, а ведьм осталось так мало, значение этой традиции бесценно. Ведь оно помогает ведьмам выжить. И это прекрасный способ оповестить жителей еще одного городка или деревни, что ведьмы все еще живут на белом свете, и пусть об этом знает как можно больше народу. Что же до Кики, то когда ей исполнилось 10 лет, она решила тоже стать ведьмой. И Куйкири тоже принялась учить ее всем магическим ремеслам, какими владела сама. Первонаперво выращивать лекарственные травы и варить зелье от кашля, а во вторую очередь летать по небу на панеле. Летать Кики выучилась быстро и делала это мастерски. Правда, ей еще предстояло научиться относиться к этому делу серьезно. А то во время полета Кики, то и дело, отвлекалась на всякие посторонние мысли. Например, начинала переживать о больших прыщах, то и дело, выскакивающих у нее на носу, или размышлять о том, какое платье надеть на день рождения подружке. И тогда, ужас какой, помелод тут же начинала терять высоту. Как-то раз, когда Кики летела над городком и не могла думать больше ни о чем, кроме как о кружевном плие надетом впервые в жизнь, она не заметила, что летит слишком низко и врезалась в телеграфный столб. Помело разбилась в щепки, а Кики расшибла себе нос и обе коленки. Вот потому только Кирия и выбрала самые высокие деревья, и разлетела на них колокольчики на случай, если Кики снова по рассеянности полетит слишком низко. Она задевала бы колокольчики, и те предупреждали бы ее звоном. Однако в последнее время звон колокольчиков слышен заметно реже. А вот изготовление зелья от кашля Кики не пришлось по душе. Видно, уж слишком она непоседлива, чтобы терпеливо выращивать целебные травы, затем мелко крошить листья и коренья, и потом долго вываривать их в котле. Сколько мать с ней не билась, у Кики ничего не выходило. Неужели еще одно умение пропадет, сокрушалась Кукири? В стародавние времена любая ведьма владела множеством магических ремесел. Но все они незаметно исчезли, одно за другим. И вот теперь даже Кукири, а ведь она была самой настоящей ведьмой, знала только два. А поскольку одной из них пришлось Кике не по сердцу, то сокрушалась матушка не без оснований. Но летать куда приятнее, чем мешать Варева в котле, не моргнув глазом, отмахивалась Кики. И всякий раз, когда это случалось, у Кину старался замолвить за нее словечко перед Кукири. Но раз уж так вышло, ничего не поделаешь. Да и однажды утерянная магия может в любой момент вернуться. Кроме того, у нее ведь есть черный кот. Черные коты были постоянными спутниками ведьм. Так и старе повелось. Вероятно, их даже можно считать одной из разновидностей ведьминской магии. У Кики тоже есть маленький черный кот. Его зовут Диди. И у Кукири тоже когда-то был свой черный кот по имени Мэмэ. Когда у ведьмы рождается девочка, мать находит черного котенка, появившегося на свет в то же время. И девочка с котенком растут вместе. А пока они растут, девочка и кот обретают способность разговаривать друг с другом. В конце концов, такой кот становится верным другом юной ведьмочки, когда та начинает самостоятельную жизнь. Ведь куда веселее, когда у тебя есть кто-то, с кем можно разделить и радости, и горести. Однако рано или поздно девочка вырастает. Встречает дорогого ей человека, который вытесняет кота из ее жизни. А когда дело доходит до свадьбы, черный кот тоже находит себе пару. И тогда девочка и кот начинают жить в каждой своей жизни. Это была первая книга, первая глава книги Эйку Кагана «Ведьмой службы доставки». Если вам понравилось, то советую вам прочитать эту книгу до конца, потому что в ней очень много волшебных приключений и интересных историй. А на этом все. Спасибо вам за внимание. Пока! Пока!